Утром и вечером на работе дома все чаще на личные номера ивановцев поступают рекламные звонки с предложениями товаров и услуг. Давайте выясним, можно ли оградить себя от подобных звонков, чтобы для назойливого спама всегда быть вне зоны доступа. Чаще всего жителям города предлагают обследоваться в медицинском центре, воспользоваться услугами косметолога или взять кредит. И даже если абонент вежливо отказывается, перезванивают повторно. Наталья Иванчикова уже устала от навязчивых звонков и смс, а вот как решить проблему девушка не знает. Чаще всего это операторы связи или какие-нибудь медицинские организации, которые предлагают свои услуги по сжиганию веса. Потом очень часто беспокоят банки. Они также навязывают свои услуги. Очень часто предлагают кредиты взять. Говорят, что маленькие проценты, естественно. Настойчивые нарушители спокойствия, как правило, работают самостоятельно, перекупают базы данных или находят наши контакты в социальных сетях. С колл-центрами ситуация обстоит немного иначе. Они получают заказ на рекламу или маркетинговые исследования через аутсорсинг вместе со всеми сопутствующими документами. Их операторы вежливы и ненастойчивы, заботятся о репутации своего заказчика и кладут трубку по первому требованию абонента. Когда нам предприятие поручает провести местное значение, произвести рекламную акцию или оповестить что-то, нам предоставляются телефонные номера, вся база, но документы все подписаны о том, что законы никаких не нарушаются. И нам дается текст, который должны операторы произнести в телефон. По словам юристов, рекламные звонки без согласия абоненты неправомерны, но зачастую мы сами ставим галочку о согласии на рассылку телефонных и текстовых сообщений, заполняя анкету или договор на скидочную карту. Поэтому привлечь к ответственности нарушителей покоя довольно сложно. Первым делом, что вам необходимо потребовать, это прекратить звонить вам, прекратить рассылку рекламной информации, потребовать удалить из базы данных ваши сведения о вас, также потребовать письменно подтвердить о том, что данная информация из базы данных удалена. Если вам настойчиво продолжают звонить из самых разных организаций, есть еще один способ. Можно написать жалобу в Роскомнадзор. Для этого даже не нужно выходить из дома. Обращение о нарушении прав на обработку персональных данных можно подать онлайн. Также к обращению можно прикрепить аудиофайл, если вы записали разговор на диктофон. Информацию, которую вы указываете в жалобе, вы можете непосредственно узнать у звонящего вам. Для этого достаточно будет спросить, с какой организацией вам звонят, ее юридический адрес, и на ННУ ГРН этой организации. Против слишком настойчивой рекламы есть еще один хитрый прием. Юристы предлагают включить диктофон и предупредить оператора, что вы начали запись разговора. В большинстве случаев диалог будет прекращен по инициативе человека на том конце провода. Глобальным решением проблемы может стать специальный реестр телефонных номеров. На номера, внесенные в него, запрещалось бы распространение рекламы. В сети интернет уже создана петиция о формировании такого реестра. Поддержать ее может любой желающий.